АПЛОДИСМЕНТЫ Фракции «Единой России» в федеральном и региональных парламентах, в местных советах поддержали практически все меры, предложенные президентом, правительством, Центральным банком нашей страны. Оперативно, как, собственно, того и требовала ситуация, были приняты необходимые законодательные акты, направленные на стабилизацию денежного обращения для сохранения банковских вкладов частных лиц и организаций, защиты национальной кредитно-финансовой системы. Руководители субъектов федерации, многие из которых являются членами или сторонниками партии и, конечно, присутствуют сегодня в этом зале, также в основном справились с поставленными задачами и работали добросовестно. АПЛОДИСМЕНТЫ Антикризисные штабы действовали и продолжают действовать во всех регионах нашей страны. Их активность была направлена прежде всего на взаимодействие с профсоюзами, с другими общественными организациями, непосредственно с предприятиями, с их работниками, которые столкнулись с самыми острыми экономическими проблемами. И, конечно, с гражданами, благополучие которых оказалось под прямой угрозой. Благодаря сотрудничеству структур гражданского общества, партии и органов власти, органов власти всех уровней, удалось значительно смягчить отрицательные последствия глобального кризиса. И, конечно, всем нам хотелось бы свести эти последствия к нулю, предотвратить эти последствия полностью. Но, увы, ни одной стране мира это не удалось сделать. И мы не исключение. И все-таки минимизировать ущерб мы смогли. Государство, то есть мы с вами, свои социальные обязательства, и это самое главное, выполняет полностью. Должен специально подчеркнуть, что выполнять взятые на себя обязательства, безусловно, крайне необходимо, но недостаточно. Нужно обеспечить возобновление роста экономики и доходов наших граждан. Как это сделать? Я не так давно выступал с посланием, поэтому мне нет смысла повторяться. Тем не менее, скажу еще несколько слов о том, в каком состоянии мы сейчас находимся. Отсталое сырьевое хозяйство, которое в современном смысле слова экономикой назвать можно лишь условно, не гарантирует существенного и устойчивого национального благосостояния. Наше социальное самочувствие чрезвычайно сильно зависит от неконтролируемых нами самими факторов, от колебаний и капризов мировой конъюнктуры. Да, и в других странах это есть. Но в нашей стране зависимость от мировой конъюнктуры, от иностранных рынков чрезвычайно высока. И это связано со структурой нашей экономики. Поэтому нашей стране требуется новая экономика. Умная экономика, основанная на интеллектуальном превосходстве и производстве уникальных знаний, нацеленная на непрерывное улучшение качества жизни людей через создание именно новых технологий. Опираясь на такую экономику, мы и в будущем сохраним за Россией статус мировой державы. Мы просто обязаны это сделать. А стало быть, достигнем достойного уровня жизни для каждого. Ну а если останемся сырьевой страной, будем топтаться на месте и, как следствие, деградировать. Поэтому сохранить доминирующие позиции в политической системе «Единая Россия» сможет лишь при одном условии. Если будет состояние не только стабилизировать ситуацию в стране, но и модернизировать экономику. Вот в чем сегодня главная задача. Уважаемые коллеги, положение правящей партии очень ко многому обязывает. И я надеюсь, что все здесь понимают, что это положение не является пожизненной привилегией. Оно достигается повседневным трудом, способностью адаптироваться к меняющимся обстоятельствам жизни. Отвечать на новые вызовы. «Единая Россия» — это не обычная общественная организация. Это действительно реальная политическая сила, партия лидеров и руководителей, партия власти. В ваших рядах почти вся управленческая элита. Выдающиеся ученые и люди искусства. Общественные деятели и предприниматели. Представители всех национальностей, профессий и вероисповеданий. Ветераны и молодежь. Поэтому, граждане России, вправе ожидать от вас непросто.